Террасная доска из микрорайона Московский скоро отправится на свалку. На ее место положат тротуарную плитку. Сейчас покрытие выглядит настолько плохо, что Московский превратился в какие-то графские развалины. Бывают самокассеры, очень часто катаются. И вот здесь могут колесом задним зацепиться, потому что они маленькие. И вот такие ямы. Они зацепляются, бывают очень часто, и могут упасть, что-нибудь сломать и травму получить. Почему развалины, понятно и так. Графские, потому что количество вложенных средств уже колоссальное. Изначально сквер стоил почти 100 миллионов рублей. В последующие три года здесь постоянно что-то меняли и ремонтировали. По разным причинам. Перекладывали и террасные доски, но они все равно ломались. И сейчас встал вопрос о замене неоправдавшего себя покрытия. Я хочу, чтобы здесь или же новые доски положили, но то, что лучше не надо делать, потому что они опять могут испортиться. Я считаю, чтобы лучше как кирпичком чем-нибудь хорошим выложили. И хочу, чтобы в коробке поменяли резину, потому что она уже там вся отходит и вся уже плохая. В администрации города решили заменить террасную доску на тротуарную плитку. 19 мая был объявлен конкурс, и сейчас идут поиски подрядчика, кто заменит плохое покрытие на новое и долговечное. Торги до этого проводились, но по другой смете, которая была ниже, и на них никто не вышел, конкурентная процедура не состоялась. Поэтому было принято решение пересчитать в текущие цены и вновь разместить конкурентную процедуру. Сейчас сумма по контракту почти 13 миллионов рублей из бюджета города с учетом новых расценок на стройматериалы. Но оказалось, декинг поменяют не везде. Террасную доску будут менять в зоне расположения тренажеров. Исправную доску, которую оттуда демонтируют из этой зоны, пустят на замену, соответственно, сломанных досок в других местах сквера. Очевидно, речь идет про перголу и амфитеатр. Сломанные доски там заменят. Дата окончания торгов – 6 июня. Если подрядчик будет определен, то завершить работу в сквере микрорайона Московский он должен будет не позднее 15 августа 2022 года.